Всем привет! С вами Комаров Виталий. И сегодня я бы хотел поговорить об обращении врача-реаниматолога Маркова Константина, который работает в одной из больниц города Каменки-Пенецкой области. Так вот, вкратце он говорил о том, что практически большая часть отделений были закрыты, и у врачей в красной зоне не хватало необходимых средств защиты, которые они практически приобретали сами за свой счёт. Так вот, самое интересное то, что на это ответили. Сейчас я в компьютере пролистаю. Вот, 9 октября заместитель главного врача Каменской межрайонной больницы Ольга Щербакова рассказала, что в их учреждении количество коек-инфекционного профиля увеличилось до 125. То есть, вот, я помню, я писал жалобу, да, на наше здравоохранение, почему возят больных, тяжелобольных в Каменку. Мало того, что возят туда, только туда ещё возят с пересадкой, да. Вот мне пришёл тут примерно вот такой же вот ответ, да. У нас увеличилось кое-какое место, у нас смертность упала, рождаемость выросла. А вот что так хреново, не знаю. Я читал ответ на эту жалобу, я себя почувствовал дураком, кругом. Вот тут то же самое. Так. Я знаю, что продолжим читать. В связи с этим больные хирургическо-урологическо-терапевтическо-акушерско-гинекологического профиля будут направлены на стационарное лечение в Пенецкую городскую клиническую больницу. Номер 6 имени Захарина. То есть, это получается, что наша Каменка находится от Пензы где-то в 70 километрах. То есть, женщина пришла рожать, тебя там не принимает, ехай в Пензу. Сломал ногу, да. Хорошо, если ты на машине. Нет, пешком иди туда, до Пензы, там тебя примут, там тебя вылечат. Наверное. Ну, я так предполагаю, что это так, да. То есть, черепно-мозговая травма. Куда? Давай по дорогам трясти и в Пензу везти из Каменки. Это, кстати, это что касается Каменки. А представляете, у нас Башмаково, да. У нас то же самое. У нас из Башмаково больных с инсультом, сердечным приступом, с любыми травмами везут в Каменку. В Каменке там они решают, типа того, не ковидный, давай в Пензу. После этого его везут в Пензу. Вот такая вот у нас медицина, так она спасает людей. Это вот такое вот происходит. Вообще, как говорится, она получается говорить так, что у нас всё хорошо, всё зашибись. И, так, по её словам, к приёму таких пациентов всё готово. Средств индивидуальных защит достаточно. При этом поликлиники будут работать в прежнем режиме. На ту дату перепрофилированы также были больницы в Бессоновском, Кузнецком, Нижнеломовском, Сердобском, Пензском. Макшанском, Городическом и Клышлейском районах. То есть, вот я сталкивался с таким случаем, да, когда подходишь к чиновнику и говоришь, говно. А он тебе говорит, нет конфетка. Ты ему говори, на, съешь. Он говорит, а мне не положено, у меня зам есть. Раз ему это говно в рот засунул, тот стоит и жует. Он спрашивает, что конфетка? Берёт, кивает. Результат. Говна нет, конфетка съедена. Вот это тот же самый ответ. Но суть видео в том, что, когда поднялась тема про это видео, я оставлю ссылку на это видео, как его найти, укажу время, откуда смотреть. Она есть у меня в Одноклассниках, это видео. Там, правда, с музыкой наложенной. Кто-то наложил музыку. Ну, с музыкой, так с музыкой. Так вот, мне сказали, что этого врача уволили с волчьим билетом. И всё, он теперь нигде не работает. И путь ему один, сторожа пойти. Я честно вам скажу, что я вчера потратил целый день, чтобы найти контакты этого врача. Я их нашёл. Я с ним созвонился. Ребята, он работает. Мужик, действительно мужик, который борется за что-то, что-то пытается доказать. И он смол такой, он вырос в Каменке. Он с рождения там, в Каменке. Отучился, работал. При общении с ним, я вот обратил на то внимание, что он сказал такие слова. Он врач, и он добивается справедливости больных. Это вот меня как-то это маленечко задело. Вот почему мы вот одиночки, я там, ещё кто-то, вот Олег Сарнацкий, Константин. Они борются за права чужих людей. Ну, вы понимаете, что... Ну, вот ваши же родственники умирают, да? Происходят какие-то несчастья. А вам до этого дела нет. Вы не хотите. Я вам ещё раз говорю, он работает. Никто его не уволил. Он на своём рабочем месте. Ссылочку оставлю. На это видео, где он делает. Мы с ним договорились, что... Ну, сделает для меня видеозапись, которую я опубликую. Ну, сделает хорошо. Посмотрим, что происходит сейчас. Что он скажет. Будем мы этого ждать. Ну, вы поймите. Он правильно говорит. Нельзя с чиновниками говорить так, как будто это какая-то там... Вы же с ними разговариваете, как с Господом Богом. Он же такой же человек. У него есть обязанность перед вами. У любого чиновника есть обязанность перед вами. Вы молчите. Ничего не хотите сказать по этому поводу. Вот такое вот видео. Так что человек работает, ещё раз говорю. Ничего с ним не случилось. Никто его не преследует. Всё у него хорошо. Семьё у него хорошо. Когда я ему позвонил, он вгуливал собаку. Да что такое. Я, например, кошатник. У меня кошек много. Ну, всё. До свидания. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok